Доброе утро! В эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Сбил ребенка и скрылся, но его нашли. Полицейским удалось установить личность и задержать виновника жесткого ДТП на бульваре архитекторов. Массовая гибель птиц в Омске. Происходит это повсеместно, по всей России. Что могло спровоцировать мор пернатых? Есть ли опасность для человека? Профессиональный подход к празднику. В день региональной прессы журналисты 12 канала представляют свой потенциал на Всероссийском фестивале в Сочи. И взять реванш у Джотера. Александр Шлеменко намерен поквитаться за обидный нокаут. Когда ждать поединка с сербом Александром Ильичем? Начнем выпуск с новых подробностей аварии, где во дворе жилого дома сбили 9-летнего ребенка. Как сообщили в госавтоинспекции, личность водителя установлена, его задержали. За рулем «Жигулей» находился 16-летний подросток. Сейчас его допрашивают. Напомню, ДТП произошло на бульваре архитекторов. Мальчик выбежал на проезжую часть, его на большой скорости сбила машина. Водитель даже не пытался затормозить. Вместо этого просто скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Но сейчас, по словам медиков, его жизни ничего не угрожает. А между тем, это далеко не единственная авария на бульваре архитекторов на этой неделе. Улица в центре внимания практически каждый день фигурирует в сводках новостей. Все это связано с перекрытием магистрали. На перекрестке установили бетонные блоки. И сегодня, наконец-то, стало известно, сколько будут действовать ограничения. Так, первый участок от Степанца до проспекта Комарова будет перекрыт вплоть до 18 октября. Здесь из-за расширения магистрали до шести полос приходится переносить трубы теплоснабжения. Ранее для водителей уже предлагали альтернативные пути объезда. На время ремонта властям пришлось скорректировать и схему движения общественного транспорта. В Омской области ухудшается ПИД-ситуация. По заболеваемости ОРВИ чаще вирус атакует детей. Так, на сегодня на карантин уже закрыт 81 класс в школах и 10 групп в детских садах. Последние данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. Ведомство просят родителей не отправлять ребят с признаками заболевания на занятия и своевременно обращаться к врачу. Специалисты отмечают, большая часть среди всех зарегистрированных случаев – дети до 14 лет. Но всего за неделю в регионе зафиксировано больше 13 тысяч заболевших. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, сезонного коронавируса и боковирусы. Случаев гриппа пока нет. Но америке подчеркивают, сейчас самое время делать прививку. Уже завесено свыше 100 тысяч доз. При тяжелых осложнениях инфекция приводит к смерти. Массовый морг голубей в Омских парках. Свидетелями жуткого зрелища стали несколько отдыхающих. Со слов людей, птицы, которых они еще накануне подкармливали, теперь лежат прямо на тротуарах без признаков жизни. Видео с несчастными пернатами уже разлетаются по соцсетям. А ведь, как известно, птицы могут переносить серьезные инфекции. В чем причина гебели и что показали результаты проб, снятые с голубей. Все детали в репортаже Регины Абузаровой. Жуткие кадры из сквера на Старозагородной на лужайке и тропинках мертвые голуби. Эти фото разлетелись по всем соцсетям и всерьез обеспокоили омичей. Я видела в социальных сетях то, что в целом были массовые, получается, смерти птиц. И, соответственно, как бы вероятность всего это отравление. Поэтому мы кормим вот морковкой. И действительно, одна из версий Мора – отравление. Специалисты говорят, рацион – это первое, что влияет на здоровье птиц, если нарушить обмен веществ, а для этого достаточно лишь пару раз покормить неправильно, пернатые могут погибнуть. Сквер на Старозагородной роще – излюбленное место омичей. Здесь большой пруд, в котором всегда плавают уточки, а на берегу – стаи голубей. Но вот к птицам омичи приходят не с пустыми руками, а с подкормкой, что категорически запрещено. Они привыкают к месту подкормки, прилетают на пруд Старозагородной рощи. Чаще всего омичи подкармливают неправильно этих птиц. Самый наиболее распространенный вид подкормки – это белый хлеб. Впрочем, пищевое отравление пока лишь версия. Потенциальных причин массовой гибели птиц, как выясняется, немало. И не исключено, что этот мор и вовсе сезонное явление, а не повод для тревоги. Обычно это происходит, когда на смену похолодания приходит потепление. Происходит это повсеместно, по всей России, я думаю, и в соседних государствах, которые схожи с нами. Чтобы не делать голословных заявлений, специалисты направили биоматериалы в ветеринарную лабораторию. Это поможет и установить точную причину гибели, и выяснить, они были ли пернаты и заражены. Известно, что птицы – разносчики опасных инфекций, прежде всего орнитоза. Заболевание острое, опасное в том числе для человека. Грозит поражением дыхательной системы, может даже привести к лихорадке. И вот, что показали первые результаты. Материал, поступивший в лабораторию, в том числе следует методом полимеразно-цепной реакции ПЦР на особо опасные вирусные инфекции, такие как болезнь Нюкасла и грипп птиц. Исследования на данные заболевания уже проведены, получен отрицательный результат. Но работа не окончена, теперь предстоит исключить отравления птиц и бактериальные заболевания, такие как сальмонеллез. В других водоемах, где мы тоже мониторим, это у парка Победы и птичьи гавани, в других водоемах, там не наблюдается такой картины. Для людей, естественно, что есть болезни общие для человека и животных, как тот же орнитоз, например. Но в данном случае этого нет. И хотя людям по предварительным данным опасаться нечего, опернатых позаботиться все же нужно. Ветеринары говорят, отправляясь в сквер, не спешите брать с собой корм, если не знаете, какой именно нужен. Иначе можно сделать только хуже и потом наблюдать вот такие удручающие картины. Регина Абузарова, Сергей Пайхалов и Сергей Гаврилов, 12 канал. 5 тысяч деревьев и свыше 20 тысяч кустарников высадят во время осенних субботников. В регионе стартовал месяц сезонной уборки. Генеральная очистка запланирована в городе на 7 октября. До этого времени в еженедельном режиме приводят в порядок все общественно значимые территории. Традиционно в первую очередь очищают от скопившегося заряда мусора участки с высокой проходимостью скверы парки. Рабочие не только убирают грязь, но также моют ограждения, бордюры, собирают сухую траву и опавшие листья и подрезают кустарники. И в этот же период, пока погода благоприятствует, специалисты планируют высадить новые деревья. Сейчас в мэрии согласовывают места, где появятся зеленые насаждения. Прежде всего это центральные улицы и те площадки, где в этом году проводился ремонт. Агрономы уже выбрали виды растений. Ивы, рябины, клёна астролистного. Ну то есть все те видовые породы, которые именно в приживаемости на наших климатических условиях используются. Хочу обратить внимание, что речь идет не просто о заведении акций выски деревьев, речь идет и о дальнейшем содержании этих зеленых насаждений. Ну а омские сельхозпроизводители теперь смогут пройти курсы повышения квалификации. В Омске стартовал проект «Школа фермера для аграриев». Им предстоит изучить вопросы цифровизации бизнеса и развития экономики в условиях импортозамещения. У участников есть уникальный шанс стать партнерами и внести новый драйв в развитие агропромышленного комплекса. В конкурсном отборе участвовали не только омские специалисты, но и фермеры из Тюменской и Саратовской области. Подробности в нашем сюжете. Ольга Меркулова сельским хозяйством знакома не понаслышке. В ее семье занимается фермерством уже 30 лет. Говорит, любовь к земле с детства. Поэтому при поступлении в университет не раздумывая выбрала аграрный. А дальше, как в кино, встретила любовь всей жизни и уже вместе со второй половинкой реализовала задуманные планы в сфере сельского хозяйства. Начали супруги с растениеводства, а сейчас хотят освоить животноводство, разводя породистых овец. Чтобы семейное дело точно закончилось успехом, пошли на специальные курсы. Люди, которые даже не занимались фермерством, после прохождения этого обучения вопросов не возникнет точно. В этом году состав слушателей уникален. Пять супружеских пар и многодетные мамы-бизнес-леди. Программа обучения будет активной, появились и новые специализации. Это эффективное ведение молочного и мясного скотоводства. Эффективное ведение отрасли растениеводства в условиях импортозамещения, пчеловодства. Усилили проект количеством выездных занятий на передовые хозяйства Омской области. Усилили спикерами, представителями других регионов. Вопросами цифровизации бизнеса, вопросами развития экономики в условиях импортозамещения. Школа фермера помогает не только предпринимателям, но и создает новые рабочие места. Они будут не только теорию проходить, но и практику. Они побывают в лучших хозяйствах Омской области. Они сами испытают и увидят, как эффективно вести сельское хозяйство. Идейный вдохновитель, организатор и спонсор проекта школа фермера Россельхозбанк. И у нас из числа выпускников уже 4 человека за предыдущие 2 года получили гранты и начали развивать свою деятельность. Поэтому мы бы, конечно, хотели, чтобы сельское хозяйство для этих людей стало стилем жизни, их бизнесом. Обучение продлится до конца года и впоследствии каждый выпускник школы фермера станет надежной опорой и будет способствовать экономическому и сельскохозяйственному развитию региона. В профессиональный праздник обмениваются опытом омские журналисты. Отмечают День региональной прессы на Большом фестивале в Сочи, где сегодня, что символично, защищают свои проекты. С презентации выступит 12 канал. Автор и ведущая Наталья Змага расскажет коллегам о новой программе «Солнце Сибири». Она посвящена природной энергетике. В этом году форум принимает рекордное количество участников – больше тысячи. На торжественной церемонии открытия организаторам даже пришлось устанавливать механическую руку с люлькой для фотографа, чтобы на общий кадр попали все репортеры. К слову, накануне официального открытия уже состоялся первый круглый стол. Как сообщает наш корреспондент, обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются представители СМИ новых российских территорий. Региональные отделения Союза журналистов стали фундаментом для развития медиа в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. И о спорте. Александр Шлеменко проведет бой-реванш с Александром Ильичем. Предыдущий поединок с сербом закончился поражением шторма в августе 2022 года. Рефери остановил бой на 21 секунде после того, как Ильич отправил мяча в нокаут. Сам Шлеменко посчитал решение судьи преждевременным и сразу после поединка заявил, что хочет реванш. Александр Ильич по прозвищу Джокер провел на профессиональном уровне 20 боев, потерпев в них 5 поражений, одержав 15 побед, 12 из которых нокаутом или удушающим приемом. На счету гораздо более опытного Александра Шлеменко 77 поединков на профессиональном уровне. А мяч 15 раз в своей карьере уступал соперникам и 62 раза уходил с ринга и октагона победителям. В 44 случаях победив досрочно. У файтеров одинаковый вес около 84 килограммов, при этом серб на 7,5 сантиметров выше мяча. Бой между Джокером и Штормом пройдет в рамках промоушена RCC в декабре 2023 года. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МАХФА. Первые для первых. Если радио, то максимум 105 ФМ в Омске. Свежо и со вкусом моя вкусная студия принимает гостей. Хозяйка гастрономического пространства, участница пятого сезона кулинарного шоу «Адская кухня» Лена Петрохалкина. А Мичка теперь сама дает мастер-классы в формате кулинарной вечеринки. Подробности далее. В меню этого гастрономического пространства вы не найдете готовых блюд. На выбор вкусные мастер-классы, аппетитные вечеринки, частные мероприятия с изюминкой и кулинарные курсы под пикантным соусом. Шеф-повар и наставник здесь Елена Петрохалкина. Два года назад участие в жарком кулинарном шоу «Адская кухня» на федеральном канале стало судьбоносным для Амички. Новый опыт девушка дополнила знаниями, прошла специализированные курсы, а после открыла свою вкусную студию. К нам приходят люди, которые совсем не умеют готовить, но настолько вникают в процесс и увлекаются, что уже после, как говорится, их жизнь не будет прежней. Потому что я убеждена в том, что каждый человек умеет готовить, просто это скрывает. Локация с панорамным видом на город стала самой большой в формате «Мит энд Ид» в Омске. Вмещает студия около 30 гостей за раз. Самые изысканные блюда Италии, Испании, Грузии, Франции и Азии под чутким руководством шефа готовят люди разных возрастов и профессий. Я люблю готовить, поэтому я сюда хожу всегда и постоянно. Я здесь праздновала свой день рождения, день рождения своей старшей дочери. И множество мастер-классов уже посетила. Последовать примеру Валерии можно совсем скоро в стенах «Моей вкусной студии» стартует поварской двухдневный экспресс-курс. Каждого участника ждет апгрейд нейронно-кулинарных связей и сертификат от шефа. И о погоде сегодня, 20 сентября. В Омске переменная облачность возможен дождь, температура воздуха днем до 17 градусов тепла. В районах переменная облачность, дождь и дневная температура 12-17 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Далее смотрите программу местных жителей с Ольгой Чернышовой. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин